всем привет сегодня для вас влог но он необычный мне хочется рассказать о животрепещущей теме которая волнует меня последние пару недель на самом деле очень взволнована не знаю даже с чего начать потому что хочется рассказать все многое я данную проблему на своем канале поднимала несколько раз и только сейчас она коснулась нас очень очень сильно я на своем канале до этого рассказывала что в поселке там где я проживаю у нас нет нормальных детских площадок что дети у нас играют на площадке которая находится буквально в радиусе меньше 100 метров как бы ну можно сказать за огородом да на данный момент мы туда не ходим по причине того что это пока запрещено но как только можно будет там играть мы обязательно туда пойдем детки там постоянно бегают играют там есть маломальские какие-то тренажеры вернее мы пошли бы туда если бы не одно но недавно случилось такое мы заметили что на данном поле на котором играли дети стали появляться столбы мы сначала не поняли вообще зачем они к чему откуда эти столбы но как выяснилось позже продали два участка на данном поле под частный сектор под владение читы и самое интересное что это было поле который принадлежал школе интернат на данном поле всегда играли дети но все бы ничего на тех участках которые продали также имелись тренажеры на которых занимались дети всей округе и меня это настолько взволновало что я даже сделала пару фотографий и отправила в местную группу подслушной бресь она называется и просто как бы написала свое возмущение что я недовольна данной ситуации почему продали эти участки я вам оставлю скриншот вставлю сюда и вы можете сами прочитать все что я написала на тот момент я была очень взволнованная и очень возмущена происходящим составляла этот текст не одна сразу скажу мы писали этот текст с несколькими людьми как бы несколько семей и отправили все это и я ждала где-то около суток то что мою новость опубликуют данной группе и я смогу как бы подискутировать хотя бы с жителями данного района и послушать мнение других что люди думают хотя в принципе я знаю что они думают как бы со всеми соседями общаемся и я знаю на сто процентов что всем не нравится данная происходящая ситуация что все жалуются деткам негде теперь играть да там остался небольшой участок но как поговорю что их тоже как бы продадут и вообще нибудь никакого поля детям вообще играть будет негде и выставила я значит эту новость наблюдаю картину буквально где-то через час после того как я предложила эту новость в группу я была подалеку не увидел как эти металлические каркасы все это снимают все тренажеры все убирают я не думаю что это совпадение как бы ну прошел час мою тему не опубликовали мое предложение но почему-то металлические конструкции стали убираться и прошли как сутки как вы понимаете мой текст так и не опубликовали его просто удалили из предложенных и все почему это сделали я не знаю у меня есть очень много мыслей по этому поводу почему так происходит почему этот текст не опубликовали не хочу сейчас что-то либо придумывать но я предполагаю что либо эти земли продали незаконно либо этот текст кому-то не выгоден почему его иначе не опубликовали либо заблокировала администрация до администрация в данном паблике читает все предложенные новости и возможно они это не пропустили и опять же вопрос почему они это не пропустили если там все чисто и все в порядке я не знаю я настолько сильно возмущена что я даже решила вам об этом рассказать потому что на самом деле эта тема меня очень сильно волнует и я знаю что к нашим обращаться смысла нет нашим властям и ответы мы не дождемся так как никому не интересно то что детям негде играть никому не интересно что в поселке нет нормальных детских площадок есть более-менее такая средненькая площадка которую можно как бы приписать к детской но факт она находится больше чем в километре от нас и как бы ходить туда ежедневно это такой тумач не каждый побежит туда да и если все будут на эту площадку идти со всего поселка то просто там не будет места потому что там буквально пару горок две качельки одна песочница и все там практически нет ничего и если туда придет много детей им просто негде будет играть потому что там площадка небольшая у нас здесь было большое поле на котором играли не только местные дети также когда ремонтировался стадион у нас приезжала сюда футбольная команда она тренировалась и это поляна на самом деле использовалась активно детьми но на данный момент ситуация плачевная я не знаю насколько будет все дальше я говорю что жители данного района на самом деле не знали что там какие-то участки продаются что там что-то делается и мы узнали только когда поставили столбы когда уже начали ставить забор на данный момент скорее всего уже ничего изменить невозможно потому что как мне кажется они все это узаконит и сделают что это якобы было все законно это конечно очень печально но мне все равно хочется вам об этом рассказать потому что я думаю возможно мне кто-то из вас может помочь советом мне хочется чтобы как можно больше народа устанало о данной ситуации потому что как мне кажется все делается против людей и так не должно быть так не должно быть это поле существовало еще до моего рождения я не знаю сколько лет наверно больше сотни лет она была никто его никогда не трогал это были даже не государственные земли это были земли школы-интернат но как выяснилось недавно что якобы школа-интернат отказалась от этих земель я не знаю насколько они по собственному ли желанию отказались или как бы добровольно принудительно не буду ничего придумать потому что по факту я не знаю как происходило вся эта сделка как все это сделали но факт остается фактом ситуация на данный момент не очень хорошая и я говорю самое интересное вообще не собиралась снимать это видео вообще не хотела что-либо снимать и рассказывать на канале ну как бы это местные проблемы какие-то такие которые особо посторонних людей которые не проживают в данном поселке никак не касается даже не то что данных поселке которые не проживают в данном районе они даже другой район поселка как бы особо не волнуют данной проблемой но меня просто очень сильно огорчило то что мое сообщение которое я написала в группу местную не опубликовали меня это Это очень-очень взволновало, и я подумала, что это все не зря. Не зря мое предложение висело долго, его рассматривали, его, видимо, читали, может быть, кому-то показали, и потом в итоге не опубликовали. И также еще более странно, это то, что эти участки были ограждены уже где-то более двух недель, и только после того, как я предложила новость в группу, сразу же приехали и стали убирать вот эти металлические спортивные конструкции. Я обязательно покажу кадры, то, как это выглядит сейчас, то, как все изменилось. И так как это видео уже вышло, я чувствую, что со мной уже выехали. Не знаю, какие будут последствия у меня после данного видео, но, как вы знаете, я всегда за правду, несмотря ни на что. Хочется, чтобы правда восторжествовала, но, как правило, это не всегда срабатывает, и чаще всего выходит боком. Надеюсь, для меня такого не будет, боком мне не выйдет. За то, что я рассказала ситуацию, то, как я ее вижу, как она есть, сразу говорю, что это только моя точка зрения, и уже неоднократно сказала, что не знаю, как на самом деле обстояли дела. Просто я рассказала то, как видят данную ситуацию жители данного района, и как вижу эту ситуацию я. Вот, посмотрите, как выглядит земля спустя один день. Буквально вчера сделала фотографию с этими металлическими конструкциями, которые были вон там в конце установлены. Ранее видео говорило, что их вчера после моей записи демонтировали, а сегодня уже даже вспахали. Так, сейчас постараюсь дойти до конца, чтобы показать металлические конструкции, которые вон там валяются за колесами. Также здесь было два турника, на данный момент здесь один турник. Я обязательно оставлю ссылку под видео, и также сверху здесь подсказка, тоже продублирую ссылочку на то видео, которое я снимала год назад или более, даже уже не помню. И там тоже видно данную площадку, там есть кадры, где попадают металлоконструкции, которые были здесь установлены. Также фотографии, которые я делала вчера, там тоже все это показано. И вот сами металлические конструкции, которые стояли, а сейчас они валяются. Вот так вот. И как я понимаю, они не просто валяются, они еще и сломаны. Так все это выглядит. Чтобы вы понимали масштаб участка, который продан, посмотрите, начинается там, с одного перекрестка улицы, и доходит практически до второго перекрестка. Посмотрите, сколько домов. Раз, два, три. Там двухквартир на четыре. И также с этой стороны, посмотрите, тут сколько домов. Это вот сколько земли надо было продать. Я так понимаю, все это сделалось для садовых. Вообще, у нас обычно в поселке здесь больше, чем 12 соток на одном участке нет. В нашем случае, так вообще у нас 9 соток, и как бы именно в поселковой местности это считается нормой. А тут, наверное, может быть даже не то, что сотки, а один гектар земли. Мне очень хочется узнать от вас, что вы думаете по этому поводу. Обязательно пишите комментарии. Ставьте лайки за мои старания. Мне будет очень приятно. Я буду знать, что я не зря старалась. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.